Здравствуйте, друзья! Сегодня, 7 ноября, мы просто не можем начать новости мира с какого-то другого события. Главнокомандующий революционными вооруженными силами Кубы Мигель Диас-Канель начал свой визит в Россию с посещения мавзолея Владимира Ильича Ленина, самого известного революционера 20 века. Кубинские лидеры всегда посещали места, мягко говоря, непопулярные среди государственных деятелей. Так, в ноябре 1960-го, через 4 года после начала хрущевской десталинизации, в Москву прибыл Эрнеста Че Гевара. Несмотря на настойчивые советы политиков и избегать данного жеста, команданте начал свой визит с посещения могилы Сталина у стен Кремля для возложения венков в качестве дани уважения Иосифу Виссарионовичу. На Красной площади Москвы Эрнеста Че Гевара и сопровождающие его лица посетили мавзолей Ленина и Сталина и возложили венок от революционного правительства Кубы. В следующем году в Гавану должен отправиться Владимир Владимирович Путин. Согласно последним соглашениям, наша страна модернизирует на Кубе нефтеперерабатывающий завод, а Роснефть проводит дополнительную геологоразведку на шельфе. Напомним, что одним из самых популярных мест среди гостей прошедшего Чемпионата мира по футболу также стал мавзолей на Красной площади, у стен которого на протяжении всех дней собирались гигантские очереди из иностранных туристов. Говорить! В наши дни день Великой Октябрьской революции остался официальным праздником в Белоруссии и на территории непризнанного государства Приднестровской Молдавской республики. Больше данное событие нигде на постсоветском пространстве не отмечается. Тем не менее, многие россияне до сих пор ассоциируют с красным днем календаря День Народного Единства. Ну, понимаете, вот всегда мы сегодня на этот праздник вспоминаем наш советский праздник, день 7 ноября. И получается, и в этот же день должны вот эти вот и пропагандироваться, то есть объединение людей, сплочение как нации единого российского народа, вне зависимости от каких-то национальных, религиозных спрятов. Всей России мы должны жить в мире согласия, помогать друг другу и быть дружной страной. В этот праздничный день советские люди ярко выражали свое стремление к миру, свои братские чувства дружбы ко всем народам, борющимся за мир, за демократию, за тотализм. На этом все. Оставайтесь с нами.